в общем в плане удобства гугловской звонилки на пока x3 вот к примеру как это все дело устанавливается легко и просто мы заходим в play market здесь мы убиваем телефон телефон и поиск нам выдает разные звонилки вот одна из них вот та звонилка которая нас интересует и в этой звонилке нам нужно опуститься чуть чуть ниже где-то здесь вот участвовать в бета тестирование через пять минут приходит подтверждение появляется обновление на телефоне мы обновляем данную приложу но на этом весь геморрой не заканчивается все только начинается когда мы заходим в угловскую звонилку ну и допустим кому-то там захотели позвонить набрать вот мы берем и набираем любой номер там допустим звонок для того чтобы нам записать данный разговор нам нужно проделать я ваш голосовой помощник ну и то есть сейчас записывается разговор перед началом разговора у нас выскочила выскочила запись но предупреждение записи запись вызова окончена также предупреждает насколько это удобно когда ты разговариваешь тебе нужно срочно что-то записать вот это вот проматывание автоматически все вызова подряд она не пишет насколько это удобно потом в пролистывание вот это то что она успела записать то есть у вас будет там некоторое время до начала разговора пока она предупреждает и после конца записи но эти моменты просто выбрасывается из разговора то есть там задержка порядка 3-4 секунд у вас идет так что нужно ли вам такое действие актуально ли она для вас это уже под вопросом все из-за того что здесь стоит гугловская звонилка и google и центр сообщений если его поменять нами лай то вы тогда лишитесь глобальной своей какой-то прошивки потому что на данный момент его нужно только перепрошивать есть единственный вариант перепрошить на индонезийскую прошивку для того чтобы вернуть это это не факт еще это делали на mi 9t mi 9t pro not pro 9 вот но конкретно на пока хз кто такое делал я еще не встречал в общем как то так удобно нет практично нет целесообразно было и делать нет ну не знаю посмотрим пофиксит я что сделают потом